Привет, друзья! Меня зовут Елена. Я считаю, что в каждом саду должна быть клумба с пряными растениями. И я тоже планирую рассадить побольше многолетников. Выращиваю я их из семян. В этом сезоне я посеяла на рассаду шалфей, душицу и берез лаванду. Подписывайтесь на мой канал, если любите растения так же, как я. Душицу я посеяла 9 января, но ее можно посеять и в марте. Это и красивый декоративный куст, и лечебная травка в чай, и ароматная приправа орегано. Схожесть семян отличная. Сейчас я их распикирую. На дно укладываю туалетную бумагу, чтобы грунт не высыпался, ну и не пачкал наши подоконники. Кстати, душица любит солнечные места. И в солнечно-солнечном месте она будет более ароматной. На дне в ложке у меня был вермикулит. Я всегда насыпаю на дно любых стаканчиков, чтобы не загнивали корешки. Вермикулит забирает лишнюю влагу. Разделяю по 3-4 растения и сажу в один стаканчик. Затем проливаю фитоспорином. Верхушечку прищипну. Пусть кустится. А вот с Ибересом не все так удачно. Я сеяла два раза. И вот только две коренки взошли. И то их развитие уж очень медленное. Очень хочу, чтобы этот многолетник был в моем саду. Но он потом размножается быстро самосевом. Но надеюсь, он вообще-то доживет у меня до лета. Сеяла я Иберес 10 февраля. Через месяц, 6 марта, распекировала его в отдельность. В один стаканчик два растения. Выберес, в отличие от Лаванды, зимостойкое растение. Лаванду, если на зиму надо укрывать, то он может перенести нашу зиму. Растение низкорослое. Любит хорошо освещенное место. И может расти 5-6 лет на одном месте. Шалфей. Шалфей на рассаду можно посеять в марте. Я рано посеяла. Ну, надеюсь, что он у меня зацветет в первый год. Я его уже распекировала. И прищипнула верхушку. Цветки должны быть розы фиолетовые у этого шалфея. Высота куста 60-100 см. Лекарственными свойствами обладаются цвети и листья. Его применяют при многих заболеваниях. Но мне он больше интересен как декоративный куст. А в прошлом году я купила просроченные семена тимьяна. Или чабрец его еще называют. Посеяла 10 февраля. И они у меня взошли. Была я очень удивлена. Пакетик стоит всего 3 рубля. Взошло несколько штук. Но при пикировке очень многие пропали. И вот осталось 5 штук. К сожалению, нет фото. Это фото сделано в октябре. И уже снег лежит. Но он отлично разросся. Костики эти 5 костиков разрослись. И он уже цвел в первый год. Очень ароматный костик. Можно добавлять как приправу к мясным блюдам. В сочетании с перцем. Как бы перец помогает раскрыться тимьяну. Растет 5 лет на одном месте. Я сажу его в капусту. Я думаю, что это помогает избавиться от многих букашек. Следующее растение это лаванда. Сеяла я семена. Убирала на 3 недели в холодильник на сертификацию. Потом посеяла. И вот взошло, можно сказать, 3,5 штуки. Посеяла их 3 февраля. Сегодня 6 марта. И вот так медленно развивается лаванда. Лаванда тоже любит солнечное место. Но требует укрытия на зиму. Считаю, что пряные травы обязательно должны быть в вашем саду. Отличных вам урожаев!